Девушки отдыхают В фонном спорте, но не простом, а детском. Поэтому и лошадки должны быть маленькие и добрые. Пони-клуб Барнаульского ипподрома – один из крупнейших в стране. Здесь занимаются более ста ребятишек. Нам повезло застать подготовку к карнавалу, а еще жеребят-пони. Сейчас у нас лето, родилось много жеребят. Им всем несколько недель, месяц, два месяца. Они уже подросли, рождаются они. В зависимости от того, какого размера мама, могут рождаться прям очень-очень маленькими. То есть примерно вот таких размеров их можно носить на руках. Пони гораздо пушистее лошадей. Да и грива у них гуще. А малыши вообще похожи на собачек. Такие они лохматые. Мне сказали то, что этого жеребеночка никак не зовут, потому что он новорожденный. Поэтому я решила его назвать Кудрик. Все потому, что у него кудряшливые волосы. Пони – это подвид домашней лошади, обычно низкого роста. Также у них, в отличие от лошадей, другие пропорции – мощная шея и короткие ноги. Принято считать, что пони – это лошадка для детей. На самом деле выводили породы для тяжелой работы. Они более выносливые, могут поднимать нагрузку больше своего веса. А еще они долгожители. При хорошем уходе пони живут 45-50 лет. На 10 лет больше лошадей. А вот добрыми всех их вряд ли можно назвать. Пони более умные и упрямые, чем лошади. Поэтому для детишек специально отбирают не резвых, а тихих пони. Например, здесь, на ипподроме, почти у всех жеребят разные глаза. Один голубой, другой темный. Это потому, что почти у всех здешних детенышей один папа – разноглазый и пегий. Его выбрали производителем жеребят за то, что он спокойный. А вот крупный и очень резвый пони другой породы. Но он тут один такой. Справиться с ним может только опытная спортсменка. Она породы фьорские пони. Этой породы у нас в Барнауле и даже в России очень мало. Поэтому это, можно сказать, дорогостоящая порода. Вот у нас их привезли двое. Это девара и эфиопия. Ярослав, первый раз, когда дети у нас приходят кататься на лошадках, а дети у нас приходят с двух лет, то есть совсем маленькие. Сначала мы, конечно, на лошадь их не сажаем. Лошадь сначала нужно почистить. Давай с тобой почистим лошадь. Возьми щетку. Круговыми движениями. Вот так, по всему корпусу. И посильнее, посильнее. Чистить лошадок нужно для того, чтобы привыкнуть друг к другу, чтобы установилась эмоциональная связь между маленьким человеком и животным. Лошадок не нужно обижать. Наоборот, делать приятное. Чесать гриву, массировать, гладить, иногда давать сахар. Тебе нравится, как тебя чешут? А соль они любят? Соль любят лошадки. На ладошку, правильно. На ладошку, чтобы лошадка губками взяла. Да, мы покупаем своим лошадкам соль. Они ее лижут. Это витамины, минералы. Конечно, это очень полезно для лошадей. Лишь после того, как между спортсменом и лошадью установилась связь, когда они не боятся друг друга, тогда можно пробовать седлать и садиться верхом. Ева, всегда мы стоим у лошади с левой стороны, поэтому мы чистим лошадь, седлаем лошадь с левой стороны и ходим с лошадью с левой стороны. А почему? Потому что у лошадей левая сторона более развита. А лошадка, когда находится у мамы в животе, согнута на левый бок. Поэтому все скачки, бега происходят в левую сторону. Просто посидеть и проехать на лошади – это одно. А управлять ею, делать вместе сложные упражнения – совсем другое. Те, кто занимаются конным спортом, устают не меньше лошадок. Это очень тяжелый спорт. Здесь, не как в других спортах, где ты сам за себя, здесь вы пара. Спортсмен и его лошадь. Лошадь сама по себе бежать не будет. Нужно рулить лошадью, управлять лошадью. Основной инструмент, конечно, управления лошадью – это ноги. Рулится лошадь от ноги, лошадь бежит от ноги, лошадь все делает от ноги. Поэтому больше всего, конечно, у конников развиты ноги, работают ноги. И в целом на тренировках у нас, по-моему, работают все группы мышц, потому что помимо тренировок на лошадях у нас еще очень много есть дел, которыми можно заниматься. Мы со своими лошадками ходим, гуляем, пасем их. Конечно, чистим, приводим в порядок. Очень много дел на конюшне. Можно оставаться здесь приходить и оставаться с утра до вечера. Вот так. 90% конного спорта, каждодневный труд и лишь верхушку, зрелищную часть, видят зрители. На соревнования по выездке с удовольствием приходят сотни горожан. Ведь конный спорт очень красивый. Например, выездка – это элегантный вид дрессуры. Лошади под руководством жакеев выполняют сложные правильные движения, почти танцуют. Например, образовывают круг, пересекаются, двигаются по прямой, меняются местами, действуя синхронно, сохраняя при этом равное расстояние друг между другом. А еще двигаются боком. Это называется принимание налево шагом. Или еще сложный вид управления. Он называется встать в стойло. С разбегу лошадь должна перестроиться, развернуться и занять свое место. Лошади меняют ноги, умеют делать поклоны. И, конечно, красиво бегут различными алюрами – шагом, рысью и галопом. Сегодня свое выступление на пони дети завершили карнавалом. Ангелы и комбои, феи и цыганки. Кого тут только нет. И лошадка, и жокей в одном стиле. Ведь конный спорт – это не просто спорт. Это настоящая пара, единство. Это забота, дружба и привязанность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова